Многие из нас новогодние и рождественские праздники не мыслят без мерцающего огня свечи. Сейчас магазины пестрят от их разнообразия, всех мыслимых и немыслимых цветов, форм и размеров. Но все же лучший подарок – тот, что сделан своими руками. Сам процесс завораживающий. Я вот просто когда делаю там, и просто ты сам расслабляешься, релаксируешь и думаешь, все хорошо, ничего не надо. Сидел буду, делал свечи. Процесс изготовления сувенира достаточно прост. Основу, по сути готовую граненую свечу, нагревают в растопленном парафине. Обычно она бледнее последующих слоев. Благодаря этому приему свеча при горении будет словно светиться изнутри. После нескольких минут парафиновой ванны основа становится мягкой. Затем заготовку поочередно окунают в парафин разных цветов. Это дает красивый срез при дальнейшем оформлении свечи. После каждого слоя парафина заготовку обязательно опускают в воду. Тогда он застывает, и новый слой не смешивается с предыдущим. Мы будем использовать три цвета. Как мы договорились, у нас будет красно-зеленое. И белый нужен для того, чтобы слои между собой сильно не переслаивались. Ну и тоже в резю он красиво всегда дает. На одной свече примерно 30 слоев должно быть. Затем самый ответственный и творческий момент процесса. Непосредственно нарезка. У мастера это получается очень легко и быстро. Но простота эта мнимая. Как только к процессу подключается новичок, словно капли парафина на воде, всплывает множество нюансов. Угол наклона ножа, глубина среза, даже форма лезвия должна быть определенной. Еще теплый, не застывший парафин режется словно масло. Однако у мастера, чтобы вырезать каждый элемент, лишь одна попытка. Исправить практически невозможно. Главный секрет изготовления этого маленького шедевра – точность и скорость. Прежде чем набить руку, тренироваться придется не на одном килограмме парафина. Очень много раздарила первых свечей. Сделаю, подарю, сделаю, подарю. Сам процесс. Ну просто да, надо наработать же и руку. Сейчас подобные свечи можно найти практически в каждом сувенирном магазине. Их дарят на любые праздники. Тем более, что подарок получается и красивым, и достаточно бюджетным. Но все больше людей хотят не просто купить оригинальный подарок, а сделать его самостоятельно. Именно поэтому большой популярностью пользуются мастер-классы. Времени на изготовление одного такого сувенира уходит немного, а результат порадует даже новичка. Ну что, каких-то 20 минут и главный символ Рождества готов. Такой не стыдно и подарить близким. В разных регионах нашей страны со свечой связано множество традиций. Где-то в канун Рождества с зажженной свечой обходят дом, чтобы изгнать из него все плохое. Где-то обязательно ставят на окно, чтобы заплутавшие путники могли найти приют в предрождественский вечер. Однако, вспомнив традиции, не забудьте о безопасности и не оставляйте без присмотра, пусть и оригинальную, но все же настоящую свечу. Наталья Чудина, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.